Черные куры. В последнее время на российских птицефермах можно все чаще встретить черных курортов. Эти птицы неприхотливы в уходе, разводить их можно без особых хлопот. С разведением черных кур справятся даже начинающие птицевод. Необычный цвет этих птиц делает их яркими и заметными на фоне других обитателей птичьего двора. Черные куры. История вида. Черные куры – это разновидность домашних кур, которая стала популярной примерно 20 лет назад. Раньше такие птицы считались огромной редкостью. В настоящий момент кур черного цвета успешно выращивают на всех континентах. У этих птиц черный цвет имеет не только оперение, но и внутренности, поэтому их мясо не всегда пользуется спросом, несмотря на отличные вкусовые качества. Черные куры. Существует несколько пород птиц черного цвета и все они были выведены искусственно путем долгой селекции. В настоящий момент на отечественных птицефермах можно чаще всего увидеть породу кур русская черная бородатая. Эта порода получила свое название за наличие у птиц ярко выраженной бороды. На заметку, черная бородатая порода кур неприхотлива в уходе и легко адаптируется к любому климату. Также в России охотно разводят породу ухи-элюй. Иногда черную окраску неют куры брама. Однако у брам черный цвет чаще сочетается с белым. Эти птицы бывают не только мясной или яичной, но и декоративной направленности. Разные виды черных кур часто встречаются в детских мини-зоопарках. Особенно милые и необычно выглядят и дети – черные цыплята. Характеристики и особенности черных курортов. Описание черных кур можно легко найти в специализированной литературе по птицеводству. Обычно в литературе описывается в первую очередь русская черная бородатая голан порода кур наиболее известная. Для большинства видов характерны следующие особенности – окраска птицы и сине-черная, напоминающая ворону, без пятен и вкраплений другого цвета. Наглядный пример куры голан. Грудка может быть чуть светлее, чем остальное тело. Пятна считаются признаком дефекта. Наличие серых как шерсть волка вкраплении тоже признается браком. Мясо немного светлее по цвету, чем оперение, но тоже темное. Внутренние органы также имеют ярко выраженную пигментацию. Отличие мужской особи от женской петухи немного крупнее кур – быстрее. Растут активнее и прибавляют в весе. Клюв у петухов немного больше, острее и шире. Голова у петухов немного крупнее по размерам или такая же, как у кур. Средний вес самки – полтора килограмма, средний вес петуха – до двух килограмм. Бывают и более крупные экземпляры – 3-4 килограмма. Породистые крупнее, беспородных размер, средний или крупный, мелкими черные куры – практически не бывает. Плодовитость курица может снести 100-150 яиц в год, в зависимости от условий содержания. Чем лучше уход за курицей, тем продуктивнее будет несушка. Нести яйца они начинают очень рано. Направленность – яйценосные, мясные мясо-яичные породы. Бывают и декоративными, большинство пород отличается развитым инстинктом насиживания. Однако у некоторых пород цыплята могут появиться на свет только в инкубаторе. Среди многочисленных разновидностей имеется несколько пород несушек. Самые известные из них – минорка и костеллана. Относительно того, какая из этих пород более продуктивная, давно ведутся споры. Хорошими несушками являются и бородатые куры. Питание ничем не отличается от питания других пернатых. Они всеядны. В рационе взрослых особей присутствуют овощи, крупы, комбикорм промышленного производства, выращивание цыплят черных. Кур ничем не отличается от выращивания цыплят других пород. Выводить птенцов можно как естественным образом при помощи наседки, так и искусственно, с применением самодельного или купленного в магазине инкубатора. Совет. Следует выбирать инкубатор, в котором цикл автоматического переворота яиц составляет 4 часа. Особенности разведения черных курортов. Разводить их выгодно, поскольку можно легко организовать безотходное производство. Помимо ценного мяса, а оно у черных птиц обладает лечебными свойствами и яиц, можно также реализовывать оперение идет на изготовление. Подушек и перин с натуральным наполнителем, а также гуанаптичий помет. Он содержит большое количество минеральных веществ и считается прекрасным сельскохозяйственным удобрением. Ценные мяса и яйца при разведении следует принимать во внимание рекомендации бывалых птицеводов при разведении декоративных пород. Следует учитывать, что птицы этих разновидностей довольно капризны в уходе и чувствительны к любым воздействиям окружающей среды. Уход за птенцами включает кормление, лечение и профилактику инфекционных заболеваний, уборку помещения от птичьего помета и выгул. В специально оборудованном месте при отсутствии света птенцы плохо развиваются, поэтому в птичнике обязательно должно быть электрическое освещение. Выключается оно только на ночь. Сон у птиц должен проходить в полной темноте. Из помещения для выгла птицы должны легко попадать обратно в птичник при температуре меньше 7 градусов. Молодняк может погибнуть. Резкие перепады температуры отрицательно влияют на состояние внутренних органов птицы. Пол должен быть прикрыт соломой или сеном. Полезная подстелка помогает сохранять тепло. Повышенная влажность воздуха может привести к развитию грибковых заболеваний у молодняка. Кормление осуществляется трижды в день. Кормушка и паилка должны находиться не только в птичнике, но и в помещении для выгула. Помимо кормушки и паилки необходимо установить в птичнике емкость золой. Купаясь в золе птицы избавляются от опасных вредителей и паразитов. Купаться в золе любят и маленький цыпленочек, и взрослый петух. Цыплятам в первые дни жизни дают рубленые яйца, потом добавляют молочные продукты. Отварные яйца являются ценным источником кальция. Также птенцам можно добавлять в пищу молотую яичную скорлупу, взрослые куры должны есть зерно, траву, свежие овощи по сезону и готовый. Комбикорм для домашней птицы. Скармливая птицам зеленую траву, нужно следить, чтобы там не попадались ядовитые растения. Можно также самим изготовить комбикорм по любому рецепту. Поскольку все породы черных кур были выведены искусственно, они отличаются хорошим иммунитетом. Однако необходимо с первых дней жизни заниматься профилактикой болезней. Для этого опытные птицеводы рекомендуют давать цыплятам с первых дней жизни иммуностимулирующие лекарства гомматоник. При любых признаках заболевания птенцов или взрослых птиц изолируют от других особей. При лечении заболевшего поголовья необходимо строго следовать рекомендациям ветеринара. Самостоятельное лечение может привести к массовой гибели птиц. Если условия содержания плохи, черные куры часто болеют невманиями и другими респираторными инфекциями, в этом случае им назначают подкожные инъекции антибиотиков. Для борьбы с глистами птенцы и взрослые птицы должны получать антипаразиторные средства для внутреннего применения. Важно! Чтобы уничтожить паразитов, живущих на коже ослабленных цыплят и кур, нужно поместить в птичнике большой емкость с золой. Птицы охотно купаются в золе, очищая кожу. Чтобы увеличить яйценоскость в пищу, предназначенную для птиц, необходимо обязательно добавлять дрожжи. Дрожжи содержат витамин D, который укрепляет яичную скорлупу, способствует увеличению яиц в размере и повышению их питательной ценности. Однако если давать дрожжи птицам слишком часто, у них могут возникнуть желудочно-кишечные расстройства из-за того, что дрожжи вызывают брожение в желудке. Курятник необходимо обязательно утеплять соломой. Курятник необходимо обязательно утеплять соломой. Солома помогает поддерживать в помещении нужный микроклимат, а также хорошо впитывает все загрязнения. Во время чистки курятника солому нужно периодически заменять, выкидывая старую и сжигая ее. Кормить птиц нужно в одно и то же время, тогда у них вырабатывается условный рефлекс на пищу пернатые лучше поедают свой корм. В светлое время суток птицы должны получать мешанку, а вечером, незадолго до сна, комбикорм и цельное зерно. Преимущества и недостатки Можно отметить следующее преимущество черных кур по сравнению с другими породами. Эффектная внешность, высокие вкусовые качества и лечебные свойства мяса. Его лекарственные свойства особенно ценятся в Китае и в странах Юго-Восточной Азии. Там в лечебных целях используется китайская черная курица. Блюда из черной тибетской курицы часто подают в ресторанах национальной кухни. Хорошая яйценоскость, миролюбивый, неагрессивный характер. Однако следует отметить и некоторые недостатки. Например, самки, выведенные из инкубаторов, часто лишены инстинкта насиживания, суеверные. Люди плохо относятся к птицам черного цвета, поэтому мясо этих птиц порой сложно реализовать. Птицы склонны к желудочно-кишечным расстройствам при неправильном кормлении. Если скрестить черную курицу с птицей другого цвета, внешность может измениться в худшую сторону. Несмотря на эти недостатки, порода довольно популярна у российских фермеров. Черные куры не только красивы, но и необыкновенно продуктивны. Поэтому, несомненно, есть смысл приобрести таких необычных птиц для содержания на домашней ферме.